Всем привет! Когда мы планировали переехать на юг, то мы рассматривали большое количество мест, всякие разные страницы, но в итоге решили остановиться на городе Белореченск Краснодарского края. Так вот, сегодня мы вообще вам в этом видео хотим рассказать, почему мы сначала его выбрали, а потом почему мы решили туда категорически не ехать. Так вот, каковы были причины, почему выбор наш пал на Белореченск? Во-первых, наши знакомые несколько лет назад переехали в этот город. Мы с ними поддерживали связь, общались по интернету, они нам рассказывали, как они там хорошо живут, мы спрашивали о ценах, о работе, они говорили, что работа есть. Как они говорили? Не беспокойтесь. Да не переживайте. Мы приехали, говорят, у них работа есть и у мужа, и жена работа есть. Она даже больше мужа получает. Доход у них где-то, ну, нормально, в общем, не переживайте. Да. Они приехали вместе с детьми, семья, и им понравился город ухоженный, развитый. Вот. И мы тоже решили как-то подумать, а почему бы нам тоже не рассмотреть, не изучить Белореченск? Вдруг и нам этот город понравится, и мы его выберем. Целый год мы сидели, анализировали Белореченск, вот, знали все потаённые, все его минусы, плюсы. И уже когда поехали, мы были вооружены полностью, знали, на каких улицах лучше не покупать дома, в каких районах лучше покупать, где стоит жить, какие цены. И нас ещё наши знакомые обрадовали тем, что они говорят, за ваши деньги вы здесь купите шикарный дом. Они купили старый домик, саман, за миллион триста. У нас была, как бы, сумма побольше, и мы себе даже подыскали, можно сказать, коттеджик хороший. И мы такие, как бы, воодушевлённые, решили, что всё, мы точно едем именно в Белореченск. Когда наступил 2016 год, лето, пора отпусков, мы поехали уже на юг. И дорога была длинная, и мы решили, в общем, съездить в гости к нашим знакомым, которые живут недалеко от станицы Дбилиска. Дбилиска – это Услабинский район, они живут на хуторе. Мы приехали и начали вообще с ними просто общаться, рассказывать о своих будущих планах. И когда они услышали, что мы хотим переехать в Белореченск, что они сказали? Деточки, да нет, что там делать? Да вы что? С химией, да опять на химию? Нет, не надо, всё. Они говорят, мы здесь живём, мы живём далеко от Белореченска, ну, относительно. И бывает, что какой-то выброс, и наша картошка погибает. Мы просто мучаемся от этого, не надо туда ехать, езжайте лучше в другую сторону. Да вы что? Да там такая экологическая обстановка, да там рядом свалка. Ну, конечно, мы как бы, когда читали про Белореченск, мы знали, что там вот это вот всё есть. И мы для нас, для живших на Урале, где ситуация намного хуже, нас это не пугало. Поэтому мы как бы и остановились. И когда нам уже наши знакомые сказали об этом, мы, так знаете ли, задумались, действительно. А зачем нам ехать в этот Белореченск? Зачем он нам нужен? Вот. И мы как-то вот так же продолжали общаться, сидели, разговаривали. Они говорят, а у нас вот есть знакомые, которые переехали ближе к морю. Давайте мы им позвоним, узнаем вообще, как они там живут. Вы, может быть, даже приедете к ним и вообще посмотрите, что это за район. Может быть, вам больше понравится там. Надо сказать, да вам наверняка там понравится. Вот. И вы, может быть, сможете себе там найти какой-то домик. На следующий день мы поехали в гости к знакомым, которые живут в соседнем хуторе. У них был большой участок, 40 соток. Мы за столом все вместе всё вот это обсуждали, все эти вопросы переезда. Ведь у них в гостях были те люди, как раз, которые переехали в Темрюкский район. И они, в свою очередь, всё им рассказывали. Вот. Мы попросили у них номер телефона, адрес. И договорились, что всё. Они, как бы, те люди из Темрюкского района, они нас встретят, когда мы приедем. И мы сможем с ними пообщаться или даже там переночевать на первое время. В общем, после того, как мы поразговаривали, и решили всё-таки, давайте сначала съездим в Темрюкский район, посмотрим, что это, где это. И уже потом, если нам там не понравится, если мы не сможем себе ничего найти, то уже поедем в Белореченск, где у нас 100% там нас будет уже ждать и коттедж, и всё на свете. Время просто позволяло, у нас был отпуск, и поэтому по времени мы успевали. Да, поэтому мы съездим всё-таки на море, посмотрим, как там люди живут. Да, как там люди живут. Тем более, мы позадавали вопросы разного характера, так всё убедительно, всё так хорошо. Они тоже такие же местные, как и мы, поэтому, а почему бы не съездить? Да, мы доверились. Мы как бы решили... Тем более, всё-таки намного проще ехать там, где кто-то есть знакомый, а не так в пустое, как бы, совместно ехать. Да. Вот. И когда мы уже приехали в Темрюкский район, когда мы здесь поездили, когда мы увидели, что здесь так близко море, какая здесь природа, нам это так понравилось. Мы так влюбились в эти места и уже поняли, что нет, мы в Белореченск больше никогда не поедем. Мы туда не ногой. Вот сколько ни уговаривайте, какие бы вы там нам коттеджи не предлагали, за какие низкие цены, мы туда не ногой. Нам важнее наше здоровье. Мы хотим жить в хорошем климате, мы хотим жить в благоприятной обстановке, рядом море, в любое время, никаких электричек 4 часа, съездил там, там, буквально даже 30 километров, либо если вот как у нас в посёлке, просто пешком до моря. В общем, мы изменили своё решение. Да всё у нас рядышком, всё рядышком, мы можем путешествовать круглый год. Всё рядом находится, и поэтому нисколько мы не пожалели, что они нас убедили, просто предложили, они нам просто предложили. Деточки, да съездите, вы, говорит, посмотрите туда, съездите. Ваш Белореченск вы всегда успеете. Съездите, говорит. Это же мечта, говорит, жить в море, ведь. Так и сказали, это же мечта жить в море. Ну вот мы осуществили свою мечту. Вот так вот сложилась наша жизнь. Вот причины мы сегодня вам рассказали, по которым мы бы никогда вам не посоветовали переехать в город Белореченск. Если вам понравилось это видео, и оно было полезным для вас, обязательно пишите ваши комментарии. Хотим знать, почему, например, вы выбрали город Белореченск, или почему вы туда никогда не поехали. Да, ветер, ветер. Это к морю подходим, потому что ветер. Вот, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч. Всем спасибо, пока. Пока.